Предлагаю приступить к подписанию регионального соглашения о минимальной заработной плате Рязанской области в 2015 год. Тройственное соглашение между работодателями, профсоюзами и органами исполнительной власти подписано сроком на три года с 2015 до 2017 года. Особое внимание в документе уделено вопросам социально-экономического развития. В соглашение также включен новый раздел по трудоустройству молодежи. Соглашение предусматривает принятие мер для роста средней заработной платы в регионе, обеспечивая ее своевременной оплатой, выплатой и мероприятия по улучшению условий и охране труда. Важное внимание уделено реализации майских указов президента Российской Федерации, вопросам привлечения иностранной рабочей силы, а также профессиональной самореализации молодежи, чего ранее не было в наших соглашениях. Достойный заработок, улучшение условий труда способствует росту социального благополучия жителей региона. Помимо этого, сегодня было подписано соглашение и о минимальном размере оплаты труда работающих граждан в Рязанском регионе. Соглашение о минимальной заработной плате в регионе – это еще один не менее значимый документ, который мы подписываем ежегодно. Он предусматривает возможность устанавливать в регионе размер минимальной заработной платы, превышающей параметры, определенные федеральным законом. На 2015 год предлагается установить минимальную зарплату работников внебюджетного сектора экономики в размере 7 тысяч рублей. Это больше мрот по Российской Федерации на 1035 рублей. Мера коснется всех отраслей экономики. Для работников государственных и муниципальных учреждений соглашением предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2015 года до 6100 рублей. Глава Рязанских профсоюзов Леонид Фролов отметил, что соглашение – это выверенный документ, который учитывает интересы всех сторон. Думаю, что во многом он поможет нам пережить то непростое время, в которое мы вступаем в новом году и послужит своеобразным импульсом для дальнейшего развития экономики и улучшения жизни наших людей. Что касается соглашения по минимальной заработной плате, то я думаю, что этот документ, который довольно-таки долго вырабатывался и получил свое воплощение в том виде, в котором мы подписывать будем, это максимально возможное из того, что объективно есть с точки зрения возможностей, финансовых возможностей в регионе. В целом, по мнению собравшихся, подписанные сегодня соглашения позволяют конструктивно построить совместную работу между властью, бизнесом и обществом.